Жизнь под парусом. Многие участники традиционной для Приморья регаты на кубок имени адмирала Невельского посвятили себя морскому делу. Для кого-то профессия, а для кого-то лучшее хобби. Для профессора морского госуниверситета Владимира Гамова и то, и другое. Он, помимо вузовских обязанностей, возглавляет парусник командор Беринг. Я участвовал и в первой гонке, и в 35-й вот так довелось, что, ну, может не во всех промежутке это, но все равно эту гонку я знаю очень хорошо. Сызмальс, то что называется, которая переросла из нашей яхтенной клубной гонки вот в такое хорошее мероприятие краевого масштаба. На кубок имени адмирала Невельского вышел весь флот под флагом МГУ. Конкуренцию воспитанникам и сотрудникам университета составили экипажи других яхт-клубов Приморья и Хабаровского края. Мы поддерживаем флот парусный. Это более 20 единиц, на которых тренируются и наши преподаватели, и ребята, которые выбрали и морскую профессию, и другие профессии, связанные с морем. На яхтах МГУ на старт вышли не только опытные яхтсмены, но и подопечные Игоря Попова. Он уже несколько лет возглавляет университетскую школу парусного спорта, прививает юным приморцам любовь к стихии. Именно вот этому я и стараюсь учить детей, чтобы они знали, понимали море. И бороться с морем бессмысленно, но примениться к нему можно. По ходу самой гонки мы, например, объясняем, как нести спинахер, как подстраивать парусину, как выбирать наиболее выгодный курс. Господи, там тонкости масса. Почти 60 яхт, более 350 участников, 10 зачетных групп. Росыпь медалей и дюжины кубков на награждение. Эта регата одна из самых массовых и не только в истории вуза, но и в истории парусного спорта Приморья. Нелли Булатова, Павел Зайцев, Михаил Морозов. Панорама.